Самое красивое изделие получается при технологии роспись по сырой глазури. Наносится рисунок до обжига. Для того, чтобы придать особой красоту изделия, наносят золото. Сестра Тамара знает все тонкости технологии. В самой старейшей керамической мастерской монастыря она работает много лет. На стеллажах чайные и кофейные сервизы, графины, подсвечники. Выполнены в разных техниках, от простейших до старинных и трудоемких. Вот, допустим, вот это кусочек мыла. Здесь находится липа, облепиха. Оно очень хорошо регенерирует кожу. Здесь натуральный продукт, здесь прямо виден, вот в этом кусочке, что находится натурально. Вся травка. Сестра Елена ответственная за красоту лица и тела. В каждом кусочке мыла, в каждой баночке с кремом, только натуральные ингредиенты. Травы, мед, перга. В монастыре есть свои пасеки. На полках цветочный, гречишный, подсолнечный, мед с пыльцой и маточным молочком. В монастырской аптеке можно найти средства и для поддержания сил организма, и для полного исцеления от серьезных недугов. Травяные сборы, фитобальзамы, настойки. В Свето-Елисаветинском монастыре работает 20 мастерских. Изделия каждой можно купить на выставке. Очень тяжелые отношения между людьми. Как-то помочь людям, как-то друг с другом мирно жить. Мы придумали такую сувенирную разную продукцию в разных техниках. Начиная от керамики, заканчивая разными. Это разные игрушки, стекло-сувениры у нас, сувениры из дерева. То есть можно здесь приобрести что-то и подарить своим близким. Здесь также можно приобрести иконы, книги, одежду. Для маленьких посетителей ежедневно открыт Музей народного быта. На сцене Белорусского театра Батлейка идут детские спектакли. Этого не может быть! Разве у Бога есть время для таких мелочей? Куклы, девочки, будет надо спасать Вселенную! Православная выставка-ярмарка «Кладезь» будет работать в Брянске до 17 февраля. Она открыта в выставочном зале на бульваре Гагарина с 10 утра до 7 вечера. Вход свободный. Елена Бочкарева, Владимир Сидоров. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова